Силент Хилл И полноценно понять о чем пойдет речь. Поехали! Главным отличием четвертой части игры от предыдущих в том, что весь ее сюжет завязан не на главном герое, а на главном антагонисте. А главный герой Генри это всего лишь одно небольшое звено всей истории. Чтобы собрать всю историю воедино, информации, представленной в самой игре, будет недостаточно, так как в ней отсутствует часть информации о прошлом Уолтера и его жертвах, которую можно прочитать в двух официальных буклетах под названием «Список жертв» и «Другой багровый том». Итак, встречайте, Уолтер Салливан родился за 34 года до начала событий игры в городе Эшфилд, но рождение новой жизни вовсе не сопровождалось радостью родителей. Уолтера никто не ждал, он никому не был нужен. Он изначально был лишним в этом мире, и сразу же после появления на свет родители оставили своего новорожденного сына на произвол судьбы в квартире 302 и навсегда покинули его, оставив лишь свои смутные образы в памяти младенца. Он должен был умереть в этой квартире, но по счастливой случайности управляющий апартаментом Фрэнк Сандерленд вовремя обнаружил ребенка и вызвал скорую. В квартире он также обнаружил пуповину ребенка, которую зачем-то решил оставить себе. Младенца отвезли в госпиталь Святого Джерома, в тот самый госпиталь, где позже будет проходить лечение известные по второй части игры Мэри и Лора, а ухаживать за ними будет медсестра Рэйчел. В госпитале ребенку дали имя Уолтер Салливан, а после выздоровления отправили в Сайлент Хилл, в приют под названием Дом Надежд, принадлежавший благотворительной организации Сайлент Хилл Смайя Суппорт Сосити. Но Дом Надежд был необычным приютом, им заправляла жесткая Красная Секта, известная как Секта Святой Матери, которая проповедовала возможность сотворения рая и призыва Бога через насилие и ритуалы жертвоприношений. Здесь прививали маленьким сиротам ненависть ко всему окружающему миру и фанатичную веру в жестокие идеалы секты. Приют был расположен в лесу неподалеку от места, где в далеком прошлом коренные жители индейцы поклонялись священному камню Никахона и устраивали сеансы общения с духами умерших предков. Все сироты приюта были изолированы от внешнего мира и подвергались постоянному насилию. Джордж Ростон готовил новых членов культа, заставляя детей целыми днями читать религиозную литературу. А те, кто не справлялся с тщением, отправляли в цинедрическую тюрьму Паноптикон, где надзиратель Эндрю Де Сальво проводил с детьми профилактическую работу. Но даже в таких нечеловеческих условиях маленький Уолли не терял надежды найти свою мать и вернуться к ней. В шесть лет сирота Уолтер начинает вести дневник, выдержки из которого позже отразились в его подсознательном мире. В нем он писал о своем детстве в приюте, своих учениях, переживаниях и тех немногочисленных людях, с которыми он имел контакт. Однажды ему даже удалось пообщаться с самой Далей Гелеспи, которая рассказала Уолли, что если он будет хорошо учиться, то сможет отправиться в Эшфилд и повидаться там со своей матерью. Ради этой встречи Уолли был готов пойти на все. Он начал усердно изучать литературу культа, а наибольшее впечатление на него произвела книга, описывающая призыв Святой Матери через ритуал 21 Таинства. За успехи в обучении маленькому Уолли все же разрешает посетить Эшфилд, но для шестилетнего ребенка, прожившего все детство заточение, эта поездка стала целым испытанием. Внешний мир показался ему отвратительным, запутанным местом, а все люди в нем недружелюбно настроенными животными. Ведь в приюте он уже привык, что от людей не стоит ждать ничего хорошего, а городская суета и толпы людей на улице лишь усилили его страх. Уолли все же удается добраться до апартаментов в Эшфилде, где находилась та самая квартира 302. Но как он не стучал в дверь, никто не открывал ему. Позднее Уолли еще неоднократно посещал Эшфилд в надежде встретиться со своей матерью. Он даже пытался писать ей записки и дарить подарки, подсовывая их под дверь квартиры. Его частое появление стали замечать жильцы дома, и это вызывало у них раздражение, в особенности у Ричарда Брентри, который терпеть не мог детей. Но однажды дверь ему все же открыли. Только не его мать, а невзрачный мужчина, проживающий в номере 302. После этого Уолли окончательно понял, что его мать не живет в квартире 302, но он не хотел отступать. Поддавшись детским заблуждениям, он поверил, что квартира 302, где он был найден, и есть его настоящая мать, а не та, что родила и бросила его. И чтобы вернуться к матери, ему необходимо было пробудить ее, а чтобы пробудить квартиру, нужно было очистить ее от мира людей, где царили боль и страдания, и создать для нее новый мир через жесткий ритуал мировоздания под названием «21 Таинство». Ведь именно в этом ритуале описывалось, как создать новый мир и пробудить там святую мать, которую Уолли начал ассоциировать со своей. Но чтобы провести этот ритуал, он должен был не только покончить с собой, но и принести в жертву еще 20 человек, на что в столь юном возрасте он еще не был готов. Ближайшие 10 лет Уолтер продолжает посещать Эшвилд. В Эшвилде с ним происходит несколько событий, которые впоследствии сильно повлияют на него в будущем. Однажды, зайдя в зоомагазин, чтобы поглазеть на животных, он нечаянно уронил клетку с котенком, поранив его. Все животные в магазине подняли невыносимый шум, а разозлившийся владелец устроил взбучку неаккуратному ребенку. При посещении Эшвилда Уолтер часто ездил на метро, используя его и как основное место для ночлега. Он спал прямо на полу, в потрепанном спальном мешке. Мимо него равнодушно проходили толпы людей, кроме одной пятилетней девочки. Ее звали Айлин. Она шла вместе со своей матерью, и увидев Уолтера, ей стало жалко его, и она решила подарить ему свою куклу. В этот момент Айлин стала для Уолтера единственным человеком, который был очень добр с ним. В последствии эта встреча оказала большое влияние на Уолтера, и привела к противостоянию в его мире. Также в метро он часто наблюдал за одной очень привлекательной девушкой, по имени Синтия. Еще с 8 лет, когда он впервые ее увидел, он никак не решался к ней подойти. Но вот однажды, когда ему было уже 18, он все же решается заговорить с ней. Синтии на тот момент было всего 13 лет, но она уже посещала ночные клубы, тщательно скрывая свой истинный возраст косметикой. Сначала шутки ради Синтия даже начала заигрывать с Уолтером, и он поделился с ней, что уже очень давно испытывает к ней влечение. На что Синтия резко ответила, что никогда не станет иметь дело с таким вонючим оборванцем, как он. Когда Уолтеру исполнилось 19 лет, к власти в культе пришла Клавдия. Обращение с детьми стало более гуманным, и Уолтер покидает приют. Он переезжает в городок Плезант-Ривер, который также находится неподалеку от Эшфилда, и поступает там в медицинский институт. В течение последующих 5 лет он живет и учится в Плезант-Ривере, но не перестает посещать Эшфилд, где по выходным подрабатывает в магазине спорттоваров. Но даже после того, как Уолтер стал жить более-менее нормальной жизнью, чувство ненависти ко всем людям и к матери, которая бросила его, не давали ему покоя. И в 24 года он все же решается провести ритуал, чтобы навсегда покинуть этот мерзкий мир и остаться наедине в квартире 302, где он и должен был умереть. Давайте разберемся, что из себя представляет ритуал 21 Таинство. Этот ритуал практиковался в Красной Секте для вызова Святой Матери и рождения Бога через жертвоприношение и насилие. Он был разделен на несколько стадий, так называемых знамений. Первое знамение – нужно было достать белое масло и черную чашу, а также кровь десяти грешников. Второе знамение – при помощи масла, чаши и крови грешников нужно было совершить ритуал самопожертвования, чтобы освободиться от оков физического тела и принести в жертву еще четырех человек, которые символизировали пустоту, тьму, мрак и отчаяние. Третье знамение – нужно было принести в жертву еще четырех человек, которые символизировали искушение, источник наблюдения и хаос. И последнее знамение – нужно было принести в жертву еще двух людей, символизирующих мать перерождения и преемника мудрости. Для начала стоит заметить, что возможно Уолтер убивал свои первые десять жертв не в том порядке, в котором присваивал им номера. Ведь все убийства совершались в трех разных городах, в хаотичной последовательности, а сам Уолтер, по слухам, был задержан сразу после убийства Билли и Мириэм Локейнов. А это были только седьмая и восьмая жертвы. Возможно, Уолтер присваивал жертвам номера, основываясь на их личных характеристиках, которые больше всего соответствовали номерам карт Таро. Да и сама тема карт очень часто использовалась в религии Сайлент Хилла. Если это действительно так, то Уолтер мог убивать жертв в следующем порядке. Но я все же приведу список в соответствии с номерацией жертв, так как это по сути ни на что не влияет. Итак, Уолтер приезжает в Сайлент Хилл, чтобы забрать из приюта необходимые для ритуала вещи – обсидиановую чашу и белое масло. Там же он убивает свою первую жертву – Джимми Стоуна. Джимми Стоун – основатель и верховный священник секты Валтиэля, которая отвечала за взаимодействие между красной и жёлтой сектой. Подробнее об этих сектах вы можете узнать, посмотрев мой разбор третьей части игры. Секта Валтиэля оказывала большое влияние на другие секты и стояла во главе всего культа Порядка. На жрецов секта Валтиэля также возлагалась обязанность исполнять роль палачей. При выполнении этих обязанностей Стоун надевал традиционный красный треугольный балахон, за что и получил прозвище Красный Дьявол. Был застрелен в затылок во время чтения писаний культа. Позже дух Джимми Стоуна попадает в мир Уолтера. Именно его мы видим в самом начале игры. Поздно ночью Бобби, Шон и Джаспер пробрались в университет Плезант Ривер, где встретили странного студента. Вскоре трупы Бобби и Шона были найдены на территории кампуса. Стив Гарлан – тот самый владелец зоомагазина, в котором маленький Уолли уронил клетку. Примерно в 8.30 вечера Салливан опять придет в этот магазин, с которым связаны столь неприятные детские воспоминания. И на этот раз в его руках будет автомат. Застрелив ненавистного Гарланда, он также убивает и всех животных в зоомагазине, чтобы стереть воспоминания об этом месте и прекратить этот сводящий с ума шум зоомагазина. Духа Гарланда можно встретить в мире Уолтера с совочком для уборки за животными. Интересный факт, что Стив Гарланд мог являться родственником или даже отцом Лизы Гарланд, медсестры из первой части игры. Сразу после убийства Гарланда, Уолтер направляется в магазин спорттоваров, в котором он подрабатывал. В этот момент там находился владелец магазина, Рик Альберт. Поведав ему, что случилось с Гарланда, Уолтер взял клюшку для гольфа и начал жестоко избивать своего начальника. Когда первая клюшка погнулась, он взял еще одну. И так несколько раз, пока от тела Рика не осталось кровавое месиво. Джордж Ростен являлся служителем секты Валтиэля и правой рукой Джима Стоуна. Он выращивал из сирот истинных красных священников, которые смогли бы осуществить ритуал 21-го таинства. Уолтер был лучшим учеником Ростена, на которого он взлагал большие надежды. Но по иронии судьбы, сам попал в его список. Уолтер нашел его возле подземного алтаря в приюте и забил его железной трубой. Незадолго до смерти Билли с Мирием были в Эшвиллском магазине спорттоваров, где маленький Билли украл волейбольный мяч. И вот дети, играя в мяч недалеко от дома, увидели, как к ним приближается мужчина в плаще. Маленький Билли, вытягивая правую руку и указывая пальцем на приближающегося к ним Уолтера, сказал, «Смотри, это тот парень из магазина, что он тут делает?» Но увидев в его руках ржавый топор, они хотели бежать, но было уже поздно. Уолтер жестоко зарубил двух детей. Стоит отметить, что о жестоком убийстве лакейнов мы могли узнать еще во второй части игры. В подсознательном мире Уолтера дети представлены не в виде духов, а в образе монстра Даблхэд, состоящего из сшитых двух детских тел, как и перед смертью указывающих на главного героя пальцем. Уильям Грегори был известным часовщиком. Даже с наступлением старости он вовсе не потерял навыков. Однажды Грегори зашел человек в плаще и оставил ему для починки сломанные часы. С первого же взгляда Уильям понял, что это были необычные часы. И в тот же день он увидел странный сон, в котором была корзина, полная волейбольных мячей, мяукающая кошка, торт ко дню рождения, комната, где на двери висели перевернутые часы, а бильярдные шары сами собой двигались по столу. На самом деле Грегори видел не свой сон, а воспоминания Уолтера Салливана. В мире Уолтера мы также находим дневник, в котором он описывает свои воспоминания о прошлом. Я хочу вернуться в то время, когда все было так хорошо. День моего рождения, милый кот в зоомагазине, все мячи в корзине, играть в бильярд тоже было весело. Дверь времени была широко открыта. Когда я вижу эти четыре вещи, я не могу не вспомнить это время. На самом деле это было желание Уолтера вернуться назад в то время, когда он был еще ребенком, и тем самым предотвратить все события, которые произошли по его вине. В последствии это желание осуществилось в его подсознательном мире. Уильям был убит часовой отверткой, а после смерти его дух не попал в мир Уолтера. Сегодня в Вэшвилде все были напуганы убийством Альберта и Гарланда. И в связи с этим Эрик решил закрыть бар пораньше. К тому же у него сегодня был день рождения. Когда Эрик пришел домой, его ждал сюрприз. Накрытый стол с праздничным пирогом, приготовленный в честь его дня рождения. Но самым главным сюрпризом был неожиданно появившийся Уолтер, недолго думая, выстреливший ему в лицо. Символично, что день рождения Эрика совпал с днем его смерти. Стоит заметить, что Уолш, жертва под номером 10, был убит в тот же день, что и Гарлан, жертва под номером 4. Это очередное доказательство того, что хронологический порядок убийств не соответствовал номерам на телах погибших. Духа Река Волша можно встретить в мире Уолтера, в той самой комнате, где он и был убит. У всех 10 жертв Уолтер извлекал сердца, искусно сшивал рану, недаром ведь он учился на медфаке. Также он вырезал на всех телах номер и собственное имя. Всего на убийство 10 человек со всеми переездами Уолтеру понадобилось 10 дней. После этого он уже был готов приступить к началу выполнения второго знамения и провести ритуал самопожертвования, но его схватила полиция. Четыре дня Уолтер провел в тюремной камере Сайлент-Хилла, все больше сходя с ума. Постепенно он уже слабо воспринимал окружающую действительность и все больше погружался в свой подсознательный мир, где его преследовали духи убитых им жертв. Вспомните текст из газеты в Сайлент-Хилл 2, где было написано, что Уолтер утверждает, что его преследует красный дьявол. Так вот, красный дьявол – это прозвище Джимми Стоуна, первой жертвы Уолтера. Больше он не мог выносить этого ужаса, и ранним утром 22-го числа он покончил жизнь самоубийством, прямо в камере, вонзив себе на 2 дюйма в шею обычную столовую ложку. Тело Уолтера было похоронено на кладбище в Сайлент-Хилле. А серия из 10 убийств позже вошла в историю, как дело Уолтера Салливана.